Уважаемые родители, очень часто возникают вопросы, на что можно сдать кровь ребенку, если он не разговаривает, или есть черты аутизма, или есть задержка психоречивого развития. Так вот, слушайте, это видео специально для вас. Но что мы исключаем? Мы исключаем соматические заболевания, которые могли иметь в своей природе задержку в развитии. Значит, это анемии, это синдромы нарушения всасывания, мальабсорбции, это заболевания почек, тубулопатии, это различного вида диатеза, аллергические проявления, это нарушение эндокринных органов, в том числе гипотириоз. Поэтому на все это можно сдать кровь и посмотреть, чего же не хватает. И большая очень группа задержки микроэлементов, витаминов и микроэлементов. Общий анализ крови. Первое, что мы берем, там мы смотрим эритроциты, гемоглобин, цветной показатель. Это будет говорить нам в пользу анемии. Второе, мы посмотрим там эльзинофилы. Если они повышены, это могут быть какие-то инвазии, либо аллергические проявления. И третье, в общем анализе крови, мы определяем воспалительные заболевания. Следующая большая группа, это биохимия крови. Вот в биохимии уже можно посмотреть гормоны щитовидной железы, это ТТГ, Т3, Т4. Их недостаток будет говорить о гипотириозе, нарушении функции щитовидной железы. Дальше мы посмотрим печеночный обмен ферменты, АЛТ, АСТ и билирубин и его фракции для исключения печеночной патологии. Далее мы переходим к диагностике заболеваний почек. И вот здесь исключаем большую группу тубулопатий. Посмотрим общий белок, креотинин, мочевая кислота, мочевина и их обмен. И исключим заболевания почек. Дальше мы переходим к следующей большой группе, это недостаточность ферментов. Посмотрим на лактазную, сахаридазную недостаточность, уровень 3 глицеридов. Следующее мы посмотрим кальций, общий, ионизированный, фосфор, щелочную фосфатазу для исключения рахидоподобных заболеваний. И также мы перейдем к недостатку витаминов. Витамины нас интересуют В1, В3, В5, В6, В12. Витамин D, фолиевая кислота, витамины А, С, Е и их уровень в крови. Если нет гиповитаминоза, далее мы переходим к исследованию микроэлементов. Какие важны микроэлементы и недостаток, чего может влиять на речь. А именно селена, цинка, магния, йода, фосфора, кальция, о них мы уже упоминали. Вот эти микроэлементы нам важно посмотреть в крови и обязательно цинка. В конце видео я прикреплю направление, общий бланк направления, чтобы если что-то вы не успели записать, вы могли бы просмотреть в направлении и с этим анализом уже обратиться, куда я скажу несколько позже. Итак, микроэлементы мы посмотрели, а дальше мы посмотрим. Если ребеночек у нас вялый, имеет место гипотонус, то мы исключим группу нейромышечных заболеваний, сделаем креатин, фосфокиназу и антитела к ней, проверим лактат, перуват и цитрат. И, значит, это будет тогда скрининг на нейромышечные заболевания и антитела к ним. Дальше мы проверим с вами большую группу заболеваний, которые связаны с недостаточностью карнитина. Это тоже можно посмотреть в крови. И таким образом диагностика по крови покажет нам недостаточность или избыточность каких-то элементов и связаны с этим нарушения. Кальций, фосфор, щелочная фосфатаза – это обязательно входит тоже в этот скрининг биохимического анализа крови. Дальше – капрограмма. Это анализ кала. Очень важно посмотреть, все ли расщепляется и нет ли продуктов нарушения всасывания. Это будет видно по капрограмме. Кроме того, там можно посмотреть недостаточность, лактазную недостаточность, дисокоридазную недостаточность. Будет видно по калу. Дальше обязательно делаем общий анализ мочи. Там мы можем увидеть аминоацидоурию, глюкозурию и пробу Сулковича – скрытые потери кальция. То есть, когда у вас эти анализы готовы, вы смотрите по результату. У вас будет колоночка нормы и рядом колоночка там, где ваши полученные исследования. Там, где выделено жирным, либо стрелочка стоит вверх или вниз, значит, этот показатель не в норме. Он либо повышен, либо понижен. Что делать? Идти с этими анализами к врачу-педиатру и показать, рассказать, чтобы она вам рассказала, какие нарушения выявлены. Этот анализ сдается очень просто. К нему подготовки не требуется. Единственное, чтобы ребенок был голодный, то есть он сдается натощак, сдается в утренние часы. И обязательно, так как кровь берется из вены, должна быть опытная медсестра, которая умеет брать кровь из вены у ребенка. Где он сдается? Он может сдаваться в поликлинике по месту жительства, а может в крупных лабораториях, таких как Инвитро, Юнилаб. Пожалуйста, в каждом городе есть своя лаборатория. Вы можете сейчас в конце видео посмотреть еще раз, на какие исследования направляется кровь, и самостоятельно обратиться, либо обратиться с направлением от врача. Всего доброго! Если будут появляться вопросы, пишите нам в комментариях. Спасибо за внимание!